Не покладая рук, молодые жители Вологды наводят порядок в городе. Участники проекта молодежные трудовые бригады, косы траву, красят остановки, занимаются благоустройством. С трудящейся молодежью встретился глава Вологды Евгений Шулепов. Подробности в материале Екатерины Василенко. Подъем в 6.30 утра, чтобы к 8 уже быть на работе. Далее 6-часовой рабочий день. Шесть дней в неделю студент 4-го курса профессионального училища номер 28 Михаил Доможиров работает на благоустройстве города. Этим летом молодой человек стал участником городского проекта «Молодежные трудовые бригады» и попал в бригаду косарей. Я участвую в этой акции первый год. Позвали друзья, так вот решил прийти поработать. Можно поработать и денег заработать, чтобы дома не сидеть. Я и согласился, я пришел. Вот уже работаю две недели как уже. Все хорошо, все устраивает. Проект «Молодежные трудовые бригады» реализуется в городе четвертый год. Молодежь, участвующая в нем, получает возможность хорошего заработка, а город – дополнительную рабочую силу для благоустройства территорий. Заработная оплата косарей достигает 20 тысяч рублей. При перевыполнении плана можно получить еще больше. Миша хочет пройти обучение в автошколе. Деньги нужны, поэтому работать планирует все лето. Вместе с ним на козьбе травы работают и другие ребята. Сейчас занимаются покосом травы в микрорайоне Лукьянова. Проверить, как идет работа и каковы условия труда у молодых людей, приехал глава Вологды Евгений Шулепов. Как признался глава Вологды, он и сам когда-то косил траву. Такая работа помогает научиться работать в команде. Учатся этому и участники проекта «Молодежные трудовые бригады». Молодые люди получают очень серьезные навыки, трудовые. Аккуратно физически, заработают деньги. Это работа в коллективе. Там есть, вот здесь работают молодые люди, они как бы все сверстники. А есть коллективы, где они входят в бригады. Там есть и квалифицированные работники, и рабочие, инженерно-технические работники. Есть какая-то воспитательная составляющая, обязательно в таких коллективах возникает. Это, конечно же, дисциплина. Каждый день надо вставать 8 часов, выполнять норму выработки, вот эти 130%, если хочешь заработать. А, естественно, если ты сачкуешь, то рядом с тобой коллеги тоже проигрывают, и тебя всегда подгоняют. Молодые люди, кто своими ручками что-то поделали, покрасили, покосили, они, конечно же, не будут мусорить, гладят это, а тоже выигрывая, становится чище. На сегодняшний день участниками проекта администрации города стали 37 человек, 25 из которых работают на предприятии «Вологда-Зеленстрой». Свободные вакансии еще есть. Для работы требуются косари, маляры, сборщики травы. Косари, еще набор идет, и прилично. Человек 15, как минимум, можно еще брать. Несколько человек на покраску остановок, чтобы помочь. И начался набор на сгребание травы. Это порядка 15-20 человек. В основном заявки идут на июль-август месяц. У всех сессии, и поэтому первая смена очень малочисленная. Двухсменная работа. Первая смена с 8 часов до 15.00. Приезжают на базу, передают инвентарь, и вторая смена начинается с 15 до 21.00. В этом году количество вакантных мест для работы студентов в летние каникулы увеличено вдвое. Можно работать на благоустройстве города, косить и сгребать траву, высаживать цветы. Или же можно отправиться работать на одно из муниципальных предприятий, которые в этом году присоединились к проекту. Подать заявку на участие могут студенты старше 18 лет. Сделать это можно через сайт администрации вологдапортал.ру или же по телефону 76-02-55. Екатерина Василенко, Максим Тышковец, Вологдапортал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!